Акция «Помоги собраться в школу» – строгие качества капремонтов учебных заведений и, прежде всего, безопасность детей. Аман Гуменович Штулеев, губернатор нашей области, обратился к политическим партиям, движениям, общественности, с какой целью, чтобы они включились в работу комиссий, которые сейчас занимаются приемкой школ к 1 сентября, то есть смотреть, чтобы было все безопасно отремонтировано, значит, чтобы дети спокойно могли начать учиться. Подготовка детей к школе, то есть это обувь, одежда, значит, вы знаете, что большая программа по помощи малообеспеченным семьям. Здесь, в городе, эта работа большая, очень серьезно проводится. Подготовка школ к новому учебному году о жилищно-коммунальных хозяйствах зиме. Под партийный контроль попадает и плата за жилье, чтобы нигде в совокупности не выросло более чем на положенные 12%. Долгов по теплу, по электричеству, по воде, ресурсов, обжащих, нету ни копейки. А за уголь у нас даже существует, если в общем нет, в момент предоплаты. То есть небольшая, но она есть. То есть в этом направлении система декабы контролирует 100%. То, что касается сбора платежей с населением, то же самое. Провели все расчеты, подняли, нигде нету более чем на 12%. Единая Россия уже начала проверять, как на деле переселяют из ветхого жилья. Когда-то миллиард рублей выделяли на всю страну. По просьбе губернатора, уже несколько лет только на Кузбасс. Многим больше. 5 тысяч бараков уже снесли. В Ленинске, вот сейчас мы смотрели, с 2004 года снесено 150 бараков. Это просто колоссальная работа. Бараки по адресу Абрамцево, 7 и 9, должны снести в конце года. Жители будут переселены в новые дома, которые строятся по соседству. Кстати, до конца года в Ленинске будут снесены 18 бараков. Жилищные условия улучшат 79 семей. Ваш дом, вы знаете, попадает в программу школы. Я знаю, я очень рада. Да, и на сегодняшний день, чтобы была более прозрачная информация, поэтому мы подключаем и общественные организации, у нас общественные организации, которые тоже будут вести контроль за тем, какие дома у нас сносятся, куда предоставляются. Есть ли вопросы у вас, у жителей, по переселению данных домов? Нет, я уже знаю. Рейды единорусцев уже прошли в Кемерово и Ленинске-Кузнецком. И это только начало. Ведь только в Ленинске-Кузнецком еще осталось 619 бараков и 2400 семей ждут возможности переехать. А общественный контроль поможет это ускорить.